В Иерусалиме взорвался рейсовый автобус. 19 человек ранены. Взрыв прогремел на улице Дерехеврон на юго-востоке города. Во взорвавшемся автобусе не было ни водителя, ни пассажиров. Все пострадавшие – пассажиры второго автобуса, который как раз проезжал мимо. По словам очевидцев, из-за взрыва загорелись находившийся поблизости другой автобус и легковой автомобиль. Нам на линию поступил телефонный звонок. На место тут же отправились машины скорой помощи. В автобусе обнаружили 19 раненых пассажиров. Один в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, остальные с легкими ранениями. Всех пострадавших отправили в больницы. Причины взрыва пока не ясны. Все, что мы можем сказать, это то, что взрыв произошел в автобусе, люди ранены. Вот и все. Что именно взорвалось, сказать пока нельзя. Главное для нас сейчас понять, теракт это был или нет. По одной из версий, автобус мог взлететь на воздух из-за неисправности. По другой, взрывчатку мог взорвать террорист-смертник. В городе усилены меры безопасности. Ультраправую партию «Альтернатива для Германии» сравнили с Гитлером. Накануне газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что полицила собирается сделать в своей новой программе упор на отрицание ислама. По данным издания, на ближайшем съезде партия собирается закрепить в своей передвыборной программе пункты, указывающие, по их мнению, на несоответствие ислама к конституции страны. После этого АФД попала под шквал критики. Мусульманская община даже сравнила силу с нацистской национал-социалистической немецкой рабочей партией, которую возглавлял Адольф Гитлер. По словам мусульман, АФД ставит под угрозу мир и стабильность всей страны. Впервые со времен гитлеровской Германии мы видим попытку дискредитировать религиозную общину и даже поставить под угрозу существование большого количества людей. Это просто исламофобия. Это не антиисламский курс. Это антидемократический курс. Возмущены курсом АФД и в партии зеленых. С религиозными фанатиками нужно бороться сообща, невзирая на взгляды или вероисповедания. Сейчас же мы видим, что с фанатиками хотят бороться такие же фанатики из АФД. Ранее зампредседатель «Альтернативы для Германии» Беатрис фон Шторх заявила, что ислам является сам по себе политической идеологией, которая не сочетается с основным законом. Поэтому партия выступает за запрет строительства миноретов и ношения паранжи. Все это политики обещают включить в программу политической силы. «Альтернатива для Германии» появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении долгого времени партию заботила в основном лишь экономическая повестка. Но по мере углубления миграционного кризиса эта политическая сила начала наращивать рейтинги именно благодаря своей позиции в отношении беженцев. В настоящее время партия представлена в местных парламентах половины немецких федеральных земель, а на выборах в следующем году имеет шансы попасть в Бундестаг. Германия поддерживает усиление торговых связей между Евросоюзом и Индонезией. Об этом Ангела Меркель заявила, принимая в Берлине президента этой страны Йоко Ведида. «Европа весьма заинтересована в усилении экономического сотрудничества с Индонезией, поэтому мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность заключения договора о свободной торговле. Германия, со своей стороны, будет всецело поддерживать такие переговоры». Кроме того, канцлерин пообещала способствовать тому, чтобы немецкие промышленники инвестировали в бизнес в Индонезии. Турция пригрозила Евросоюзу расторгнуть соглашение по беженцам. Она отменит соглашение, если Европейский Союз не сдержит слова и не будет выполнять взятых на себя обязательств. Об этом сегодня во время выступления в парламенте заявил министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушаглу. По его словам, Европа обещала положить конец человеческим трагедиям, связанным с нелегальной миграцией, а также отменить для Турции визовый режим, с шенгенской зоной, и вернуться к переговорам о вступлении Турции в ЕС. «Мы приняли у себя почти 3 миллиона сирийцев. Мы потратили на них более 10 миллиардов долларов. Мы не хотим упрекнуть этим страны Запада. Нет, наоборот, мы гордимся своим гостеприимством и никогда не бросим этих людей. Но соглашения должны выполнять обе стороны. Пускай Европа помнит об этом». Напомним, 18 марта Турция и Евросоюз заключили соглашение, целью которого является сокращение потока беженцев в Европу. По условиям соглашения, в частности, за каждого возвращенного искателя убежища, Евросоюз обязался принять одного сирийского беженца, который находится в Турции. Однако не более 72 тысяч, которые будут перераспределены среди всех стран ЕС. Соглашение вступило в силу 20 марта. «ФРГ проводит непоследовательную политику в отношении Турции. Так считает председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший дипломат упрекнул правительство Германии в резких изменениях политического курса. По его словам, Берлин слишком непостоянен в своих обещаниях. То предлагает Анкаре привилегированное партнерство с ЕС, то говорит о перспективах членства в Евросоюзе. По мнению Ишингера, в глазах партнеров по переговорам это делает Берлин менее убедительным. Тем не менее, соглашение с Турцией является лучшим возможным решением проблемы с беженцами. Хоть это и дает премьеру Турции Реджепу Эрдогану возможность разыгрывать разного рода спектакли, считает Ишингер. Многие европейские соглашения не продуманы до конца, поскольку в них не заложен механизм преодоления проблем и кризисных ситуаций, говорит Вольфганг Ишингер. Он приводит в качестве премьера Шенген. Изначально планировалось охранять лишь внешние границы ЕС, но никогда не рассматривался вопрос, как обеспечивать безопасность Евросоюза в случае, если один из партнеров окажется слишком слабым. То же касается и статьи договора о функционировании Европейского Союза, которая предусматривает оказание взаимной военной помощи странам-членам ЕС. О ней, по словам дипломатов, вспомнили лишь тогда, когда после терактов в Париже о поддержке попросили французы. В результате, однако, не было предпринято никаких конкретных действий по совместной защите от подобных атак на территории ЕС, говорит Ишингер. По его словам, Берлин слишком непостоянен в своих обещаниях. То предлагает Анкаре привилегированное партнерство с ЕС, то говорит о перспективах членства в Евросоюзе. Лодка, на борту которой было около 400 мигрантов, затонула в Средиземном море после того, как отплыла из Египта. Большинство пассажиров лодки были гражданами Сомали. В ней также были беженцы из Сирии и Эфиопии. Число погибших в результате крушения пока неизвестно. По словам президента Италии Серджио Мотореллы, речь может идти о нескольких сотнях жертв. Информацию о крушении начали распространять родственники беженцев в социальных сетях. Позднее ее подтвердил посол Сомали в Египте. По предварительной информации, некоторые выжившие в результате инцидента мигранты были доставлены на один из греческих островов. Итальянские власти сейчас пытаются собрать максимально точную информацию. Мы пока ждем подробностей, но уже сейчас ясно, что мы имеем дело с новой трагедией. Это еще один повод для Европы взять на себя обязательства в отношении беженцев, не на словах, а на деле. К поиску пассажиров затонувшей лодки подключились международные организации. Они винят в случившемся власти европейских стран. В прошлом году мы были в точно такой же ситуации, когда обнаружили, что около 800 человек погибли, и только четверо детей выжили. Сегодня мы снова слышим, что происходит новое кораблекрушение в открытом море. Поисково-спасательную операцию необходимо продолжить. Никто не должен умирать в море из-за того, что для европейских лидеров главное — это их границы, а не интересы людей. По данным ООН, в этом году около 180 тысяч человек попытались достичь Европы морским путем. Из них около 800 человек погибли в пути. Суд в Киеве приговорил россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова к 14 годам лишения свободы. Их признали виновными в терроризме, в ведении агрессивной войны и действиях, приведших к гибели человека. Сами они не признают себя виновными. Прокуроры требовали для россиян 15 лет тюремного заключения. Александров и Ерофеев были задержаны украинскими военными на Донбассе в мае прошлого года. По данным обвинения, в районе населенного пункта Счастье россияне пытались захватить стратегический мост. Во время задержания они открыли огонь по украинским военным, один из которых погиб. Власти Украины заявили, что Ерофеев и Александров являются российскими военнослужащими. В Минобороны России утверждают, что на момент задержания оба уже уволились из армии. Поначалу россияне и сами говорили о себе, как о действующих офицерах, но во время суда называли себя уже безработными. Напомним, в конце марта российский суд приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко к 22 годам тюрьмы за участие в убийстве российских журналистов в Луганской области. Президент Украины Петр Порошенко заявил тогда о готовности обменять ее на задержанных Александрова и Ерофеева. Власти Грузии сообщили о задержании трех своих граждан и трех граждан Армении, которых подозревают в попытке продать партию урана-238 на 200 миллионов долларов. Где подозреваемые приобрели уран и был ли у них покупатель, грузинские спецслужбы не сообщают. Участники группировки планировали продать этот радиоактивный материал за 200 миллионов долларов и были задержаны в момент продажи. В квартире одного из задержанных нашли контейнер фабричного производства для транспортировки урана. Учитывая гамма-излучение, характер источника и данные радиационной экспертизы, изъятая субстанция опасна для жизни и здоровья. Уран-238 используется на реакторах-разнонажителях для производства ядерного топлива. Тбилисский городской суд оставил задержанных под стражей на время следствия. В случае доказательства вины им грозит до 10 лет тюрьмы. Это не первый случай, связанный с незаконным приобретением и сбытом радиоактивных веществ в текущем году. В январе служба госбезопасности Грузии задержала трех человек, обвинивых в намерении незаконно продать радиоактивное вещество Цезий-137. В Китае за взятки будут казнить. Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Поднебесной опубликовали новое постановление, в котором определен размер взятки и сумма похищенных средств, которые являются основанием для вынесения смертного приговора. К смертной казни будут приговаривать тех, кто получил взятку от 3 миллионов юаней. Это около 460 тысяч долларов. Тех же, кто получил взятку на меньшую сумму, по-прежнему будут ожидать тюремные сроки. Китай и так один из мировых лидеров по количеству смертных казней. Так утверждают в Amnesty International. Сотрудники организации подчеркивают, в Китае информация о применении смертной казни считается государственной тайной. И цифры, которые могли быть подтверждены по Китаю, были всегда значительно ниже реальных показателей в связи с ограничениями доступа к информации. Но даже при этом правозащитники утверждают, что Китай по-прежнему проводит больше казней, чем любая другая страна в мире. Напомню, председатель Китайской народной республики Си Цзипинь после своего прихода к власти в 2012 году начал масштабную антикоррупционную кампанию. По его словам, борьба должна вестись против мух, мелких взяточников, и против тигров, крупных чиновников-коррупционеров. Целью объявленной кампании стало искоренение мздоимства среди официальных лиц и повышение авторитета партии среди населения. Сейчас в Китае под следствием находятся десятки чиновников высокого ранга и топ-менеджеров государственных кампаний. У каждого 150-го немца в этом году обнаружат онкологию. Такой неутешительный прогноз сделала Всемирная организация здравоохранения. По словам представителей организации, речь идет о полумиллионе новых случаев заболеваний. Особенное беспокойство у специалистов вызывает маленькая деревня Беллен в Нижней Саксонии. Там раком заболевают непропорционально много жителей. Всего тут живут 52 человека, и у восьми из них диагностированы онкозаболевания. Кроме того, в течение последних девяти лет единственной причиной всех четырех смертей среди местных был рак. Эксперты предполагают, что это последствия деятельности американской энергетической компании ExxonMobil, использующей спорный метод фрекинга для добычи природного газа в этой местности. Пять лет назад компания подтвердила, что пыталась скрыть экологический скандал. Тогда из-за негерметичного трубопровода токсичная вода выработки попала в почву, а затем в грунтовые воды. Бензол, находившийся в этой воде, может вызывать лейкемию и лимфому. Именно от этих недугов страдают многие люди в Беллене. Несмотря на это, руководство фирмы не берет на себя ответственности за онкозаболевания жителей городка. А ученым доказать связь между деятельностью компаний и здоровьем местных жителей не удается. Руины, раскопки, попытки найти выживших. В Эквадоре продолжается спасательная операция после разрушительного землетрясения. 10 тысяч военных и 4,5 тысячи полицейских разбирают завалы, надеясь обнаружить под обломками зданий уцелевших горожан. Операция идет круглосуточно. Терять время нельзя. С каждой секундой шансов найти под завалами выживших все меньше. Я не сплю вторые сутки и не знаю, когда смогу заснуть. Это мой дом. Он рухнул. Мои близкие сейчас там под завалами. Я очень надеюсь, что их удастся достать живыми. В результате землетрясения погибли как минимум 350 человек. Больше двух тысяч ранены. Власти говорят, число жертв может еще возрасти. На помощь эквадорцам отправились спасатели из Мексики и Колумбии. Спешат в эту страну и врачи. Часть больниц лежит в руинах. Представители врачей без границ развернули полевой госпиталь. Также докторов отправили Куба и Испания. Землетрясение произошло в Аквадоре в ночь с суббота на воскресенье. Толчки продолжались всего 40 секунд, но их сила составила 7,8 баллов. И это стихийное бедствие стало для страны самым разрушительным с 1979 года. Дым, пепел и лава. В Мексике активизировался вулкан Папакатепель. Огненная гора засыпала пеплом часть территории штата Пуэбло, сообщил Национальный центр страны по предупреждению чрезвычайных ситуаций. По данным центра, активность вулкана сопровождалась выбросом пара, дыма и твердых фрагментов из кратера на высоту до 3 километров. В результате пеплом были засыпаны несколько населенных пунктов. Местные власти призвали население соблюдать меры предосторожности и носить повязки, защищающие дыхательные пути от попадания частиц пепла. В связи с активностью вулкана была приостановлена работа аэропорта Пуэбло. Папакатепель, название которого переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», поднимается над уровнем моря на 5,5 тысяч метров. Он уже давно стал одним из символов Мексики. Вулкан расположен всего в нескольких десятках километрах к юго-востоку от Мехико. Жену Джонни Деппа признали виновной в контрабайде животных. Актриса Эмбер Хёрд сфальсифицировала документы при ввозе в Австралию любимцев пары – двух йоркширских терьеров Бу и Пистоля. Они привезли их в страну на частном самолете в мае прошлого года, когда Депп снимался в пятой части фильма «Пираты Карибского моря». При заполнении документов в аэропорту Хёрд не указала в декларации, что везет собак, и таким образом нарушила карантинные правила Австралии, известные своей строгостью. Изначально актрисе грозил штраф в 10 тысяч австралийских долларов и 10 лет тюрьмы. А министр сельского хозяйства даже обещал убить собак звездной пары, если их не вывезут из страны. Но суд города Голдкост оказался гуманнее. Он обязал нарушительницу к месяцу примерного поведения, что по сути означает примирение сторон. Хёрд призналась совершенной ошибке и продемонстрировала судя видео с извинениями.